Сегодняшняя ночь для жителей домов, расположенных на пересечении проспекта Кировой-Теннисной, пройдет в долгожданной тишине. Здесь носят незаконный киоск, в котором вечерами продавался алкоголь. Распивали его покупатели в ближайших дворах и на расположенной неподалеку детской площадке. Жалобы жителей обратились в администрацию промышленного района Самары. Сегодня сюда приехал погрузчик. Шум этот надоел, ночью поздно подъезжают машины с громкой музыкой, очень громко ведут себя, бывают разборки у них какие-то здесь очень шумные. А иногда вот где-то они в кустах останавливаются там и до утра у них там сидят, там пикник или что там с музыкой. Они здесь пиво наберут ночью. И ближайший двор – это наш двор, детская площадка. Бегут туда, сидят и всю ночь горлопанят. Спать вообще невозможно. В Самаре работа по демонтажу и вывозу незаконных объектов потребительского рынка в приоритете. В плановом режиме вывозят ларьки, павильоны, тонары. Работы по их ликвидации проводятся по графику. А в рамках профилактической работы по выявлению случаев незаконной торговли администрация промышленного района совместно с полицией регулярно проводит плановые рейды на вверенной территории. В этом году проведено 24 совместных выезда. Что конца конкретно данного павильона поступила жалоба жителей на торговлю из какого-то непонятного павильона алкоголем. Специалистами муниципального земельного контроля было проведено выездное обследование, в результате которого оказалось, что данный торговый объект не имеет никаких разрешительных документов ни на павильон, ни на землю. Коммерсанту было вынесено предупреждение с требованием освободить территорию. Он распоряжение районных властей не исполнил. Сейчас по факту незаконной торговли алкоголем проводят проверку полиция. В настоящий момент здесь продавца нет, павильон закрытый, поэтому сотрудники полиции на месте. Мы сейчас отработаем согласно закону и погрузим, увезем на площадку хранения. Если в ближайшее время предприниматель не предоставит районным властям документы, подтверждающие право собственности на киоск, администрация обратится в суд, который признает павильон собственностью районных властей, что позволит его утилизировать. Виктория Шара и Григорий Плешаков. События. Продолжение следует...